Андрей Андреевич, Вы считаете, человечеству лучше было бы остаться в язычестве, или переход на христианство был неизбежен? Откройте историю в том месте, где пишется о христианизировании Киевской Руси, о приходе Иоанна Грозного, и имя его Грозный было необычным. Почему? Он всеми путями, он предал языческую культуру России, или Руси, вернее, он предал ее и впустил двух крестителей. То есть он фактически взял поддержку греческой культуры, тем самым сказал, что мы будем теперь поклоняться вашим богам. При этом тех людей, которые исповедовали эту культуру, он их традиционно сжигал, уничтожал. Почему его назвали кровавым? Потому что если он узнавал, что где-то исповедует культуру нехристианства, то он ее, эту культуру, полностью уничтожает. Поэтому было уничтожено огромное количество исторических документов, которые бы могли открыть свет на прошлое в традиции славянского или древнеславянской культуры. И, естественно, самый ранний материал, который мы можем найти, ну как бы есть раньше, но не является как бы достоверными историческими памятниками. Ну и уже начинается это все с христианской Руси, памятник истории, книга о полку Игореве. Хотя до этого, скорее всего, огромный пласт информации, огромный, просто огромный глобальный пласт информации, он куда-то делся. Кто же его уничтожил? Иоанн Грозный. Естественно, я могу сказать, что навязанная культура или навязанные идеи, которые убрали у человека или убрали у целого народа корни, привело к тому, что народ, который столетиями, возможно, тысячелетиями нарабатывал свою культуру, в которой, скорее всего, были и песни, и, наверное, какие-то культурные ценности или еще что-то, полностью были разрушены. Я могу сказать вам, что если бы не было культуры христианства, то на земле было бы больше счастливых людей. Но я точно так же могу сказать о совершенно любом религиозном направлении. Но не имею права это делать, конечно же, я за, но я хотел бы сказать, что не стоит прямо на 100% говорить, что Христос за людей отдал жизнь. Согласен. Христос за людей отдал жизнь, я за этим абсолютно согласен. И после этого, если Христос отдал за людей жизнь, то тогда люди начали жить лучше. И тут вопрос такой, а начали ли лучше жить? Если провести исследования дохристианские и исследования послехристианские, то я могу сказать, что это не так. То есть они не начали лучше жить, потому что в Византии рисовали красивее. Вспомним картины Леонардо да Винчи, вспомним более поздние картины Андрея Рублева. Скажите, они отличаются между собой? То есть можно ли сказать, что культурные ценности, а также опыт духовный, культурный, он изменился? Конечно, он стал хуже, он не стал лучше. То есть можно сказать, что данная культура, она не только не улучшила, а она всеми путями собиралась и делала все для того, чтобы не развивалась культура, чтобы не развивалось искусство, чтобы как можно сильнее затормозить идеи оздоровления человека. Еще два века назад говорилось о том, что не стоит брать из вены кровь, потому что это идет вразрез с духовными концепциями христианства и так далее. Знаете, есть такие страны ислама, допустим, африканские страны, в Египте, где люди, которые исповедуют ислам, кастрируют своих дочерей в раннем возрасте, удаляя им большие и малые половые признаки, потому что это считается Богу неугодным и так далее. Кастрируют мальчиков в случае, если у них нет денег. Это все формат ислама, вы представляете, хотя в самом исламе, в Коране ни одного слова об этом не сказано. Но дело в том, что очень часто это читают люди, которые имеют свои цели, и после этого это все можно трактовать со своей стороны. Даже человек говорит, Андрей Андреевич, ну я просто читаю, потому что это знание и так далее. Я могу вам сказать, если просто читать, то можно трактовать и додумывать что угодно. Между строк в вырванном концептуале или в вырванном контексте можно все, что угодно там найти. Вот все, что угодно. В таком большом произведении, как «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, можно ответить на все вопросы, которые есть на Земле.